Свой личный, тот личный аккаунт, в котором я общалась с сестрой своей, со своей дочерью, с внучкой, с мужем, с сыном и так далее, со знакомыми. Вот это вот такой аккаунт у него. Он у меня был один-единственный. Я, естественно, когда работала с блогом, только с блогом, я выкладывала сюда, знаете, такое расшаривание обычное дается, когда ты опубликовал статью, нажал на кнопочку ВКонтакте, и у тебя пошла запись сюда. Поэтому здесь у меня такие есть записи, которые касаются конкретно блога. Ну, а сейчас, чуть позже, я вот где-то, наверное, может, месяц назад решила, что я даю услуги по блогу, поэтому, в принципе, будет неплохо, если я ВКонтакте создам группу по блогу, тем более люди достаточно серьезно интересуются созданием блога на WordPress. Поэтому сегодня мы с вами, я вам, вернее, буду показывать, как я создаю группу по созданию блога на WordPress, вот ВКонтакте именно с этого аккаунта. Но это у нас с вами такое вот вступление, я вам объяснила, где мы с вами будем работать. А когда мы работаем с альтрафиком, вы помните, последнее занятие наше было, да? Мы говорили, что у нас таких аккаунтов должно быть два. Личный аккаунт, вот такой, как у меня сейчас. И второй аккаунт, это тот аккаунт, на котором мы, так сказать, работаем, производственный аккаунт, как я его называю, да? Вот этот производственный аккаунт, это те аккаунты, где просматриваетесь конкретно вы. То есть вот лично вы просматриваетесь. Потому что вопрос сегодня возник такой. А пять аккаунтов, которые я буду создавать, вот те рабочие аккаунты, я покупаю симки и оформляю тоже на себя? Вот такой вопрос прозвучал. Нет, это совсем чужие сторонние аккаунты. И мы с вами об этом будем чуть позже говорить. Итак, мы сегодня сосредотачиваемся на том, что мы создаем группу, и в этой группе, эту группу оформляем сегодня. С чего, опять же, я начинала, когда я думала об этой группе? Вот посмотрите, я вам покажу сейчас всю цепочку. Вот у меня этот личный аккаунт. В этом личном аккаунте я пытаюсь продвинуть информацию своего блога. Поэтому он немножечко у меня уже начал затачиваться под мой сайт. Мой сайт, вот он, мой сайт, вот этот вот рыжий сайт, блог Смирновой Ирины, где я даю информацию по блогу. У меня есть здесь страничка «Мои услуги». И вот здесь, вот посмотрите, вот выложены кнопочки, где я, например, услуга номер один, полностью анализ блога на WordPress, или создание блога, вторая услуга на WordPress, или там услуга сопровождения, создание настройки блога и так далее. То есть вот несколько таких вариантов, вот такие вот кнопочки у меня вот есть. И я могу, в принципе, просто вывести из группы вот сюда человека. Это первый такой момент, да? Второй момент. Куда моя группа пойдет? Эта группа будет по созданию блога, и она у меня может пойти вот сюда, вот над такой подписной лист. Курс «Блог с нуля». Это мой курс «12 видеоуроков», очень простых начальных видеоуроков, где человек подписывается и получает все эти уроки на почту. Это второй момент, на котором, куда я могу повисеть. Итак, с чего мы начинаем? Я захожу к себе в аккаунт, и в аккаунте я выхожу вот на эту ссылку моей группы. Вот сюда. Как только я зашла на эту ссылку, у меня появляются все те группы, к которым я подключилась. Если я к ним не подключилась, к этим группам, то значит, мне будет предлагать ВКонтакте какие-то дополнительные группы. Поэтому что я делаю? Для меня сейчас задача создать собственную группу. Я выхожу вот сюда на эту кнопочку, а группа, она тоже относится к сообществам, и я вот сюда кликаю «Создать сообщество». У меня появляется вот такое вот окно всплывающее. В этом окне я пишу название своей группы. Называется она у меня «Все для начинающего блогера». Я так и пишу здесь. Я могу здесь создать вид сообщества группа. Я это делаю в том случае, если я продвигаю какой-то продукт. Я могу создать публичную страницу. Это в том случае, если я продвигаю собственный бренд. И я могу создать мероприятие. Но мы сегодня говорим с вами о группе, поэтому я создаю группу. Кликаю вот на эту кнопку «Создать сообщество». Все, вот новое сообщество появилось. Что я здесь делаю первым делом? Вот здесь вот, вот здесь, я меняю вот это вот название. Посмотрите, вот у меня ссылка. Сейчас новые ссылки ВКонтакте. ВК.ком теперь. И так как я создала группу, то он называется «Клуб». И определенный один здесь стоит. Я здесь напишу, наверное, вот так. Здесь пишется латиницей, маленькими. Посмотрите, он мне подписывает, что здесь адрес свободен сразу же. Обратите внимание, очень часто здесь пытаются поставить тире. Тире здесь не проходит. Здесь подсказочка есть, видите, нижнее подчеркивание. Все, адрес свободен. Замечательно, я оставляю его здесь. Теперь я пишу здесь описание сообщества. Вот сюда вот пишу. Простые и понятные уроки для блогера, создающего свой сайт на платформе WordPress. Тематика сообщества. Обязательно должна быть выбрана. Ну, наверное, возьму обучение. Вот здесь есть хорошая такая ссылочка. Была, во всяком случае, обучение. Куда-то она пропала. Вот образование. Давайте пишем образование. И пишу здесь свой веб-сайт. Фильтры я не включаю. Что нам нужно с вами для работы обязательно? Это у нас должна быть стена открытая, фотография открытая. Видеозаписи должны быть ограниченные. Это делается для того, чтобы у нас с вами только вы могли сюда ставить видеозаписи. Аудиозаписи мы тоже ставим ограниченными. Документы мы тоже ставим ограниченными. Обсуждения у нас включены открытые. Открытые. И вот нам нужно, очень важно, чтобы у нас были материалы. Ну, давайте тоже пишем ограниченные. Не забудьте сохранить группу. Группа у вас открытая. Все. Вот мы создали, так сказать, нашу группу. Теперь нам надо ее оформить. Я знаю тематику своего, своей группы, поэтому я уже подготовила всю информацию в PowerPoint. И перехожу в PowerPoint. Вот, посмотрите, в PowerPoint я подготовила информацию. Значит, посмотрите, группа моя будет называться «Все для начинающего блогера». Я выбрала вот такой цвет ее, это такой малиново-розовый, да. Я подобрала рисунок, сделала его немножко таким размытым, этот рисунок, чтобы было понятно, что здесь написано. Здесь я написала, ну, девушка, которая улыбается сейчас. Помните о том, что по статистике сейчас известно, что больше всего на всех продающих страницах, на всех подписных страницах, ну, ко всем призывам лучше всего работают люди. Это уже вот сейчас доказано, потому что улыбающийся человек, красивый, он всегда привлекает внимание, и люди идут в такое отношение положительное, позитивное, и люди подходят сюда. Здесь я написала, вступая в группу, и вот такой вот рисунок я подготовила. Таким инструментом, вы его хорошо все знаете, этот инструмент называется Fastone Capture. Вот он, давайте еще раз я покажу слайд текущего. Я вырезала эту картинку, вырезала картинку на таком достаточно произвольном виде. Естественно, я приблизительно предполагала, как у меня будет смотреться эта картинка, как она будет расположена. Итак, вот такую вот я картинку сделала, я ее сохраняю. Я обычно для того, чтобы у меня уходили лишние рисунки, я ставлю цифру 1, и эта цифра 1 у меня всегда сохраняется, и очень быстро меняется этот рисунок. Все, я сохранила этот рисунок, теперь я иду вот на такой рисунок. Этот рисунок называется VK Profi.ru. Этот рисунок специально создан для того, чтобы вы могли создать как аватар группы, так и меню группы. Почему я делаю группу в PowerPoint оформлении? Вот мы здесь сможем с вами создать определенный текст. Текст здесь выбора шрифтов очень слабый, поэтому хочется, чтобы была картинка такая более яркая, хотелось бы, чтобы группа была более интересна. Поэтому я всегда использую PowerPoint или использую Express Photoshop. Там тоже очень хорошие есть моменты, но вот практически для тех, кто работает с оформлением своих групп, каких-то своих там аккаунтов, PowerPoint вполне достаточно. Итак, мы зашли вот сюда, на этот ресурс. И теперь посмотрите, значит, когда вы заходите сюда, вы авторизуетесь через тот аккаунт, в котором вы работаете. Там очень простая авторизация. Вы обратили внимание, я вот раньше времени нажала здесь на кнопочку. Вот сейчас сделала. Не то, что нужно. Для того, чтобы удалить, вот у вас, я нажала на кнопочку. Здесь был такой плюсик в начале, да. Я на этот плюс нажала, раскрылась вот такая вот плашечка красная. Здесь появился текст, вы можете добавлять сюда текст, вы можете добавлять сюда картинку, можете добавлять сюда спрайт. То есть это такие определенные коды и так далее, чтобы у вас здесь было. Для нас важен сейчас картинка. Но если вы что-то не так сделали, то вы можете напротив, вот у вас появляется сразу ссылочка, да, вот здесь нажать на эти кнопочки и нажав вот на эту ссылочку удалить, этот текст удалит. Видите, он удалился. Итак, мне сейчас важно загрузить картинку, поэтому я захожу вот сюда в картинку. Здесь я выбираю свой рисунок, тот, который я скопировала. Вот он, этот рисунок. Он загрузился сюда. И посмотрите, я вот этим якорем, вот у меня якорь появился на экране, да, я могу этот рисунок пододвинуть так, чтобы он уложился вот в эти два окна. Посмотрите, вот здесь одно окно длинное, это так называемый аватар для вашей группы. А второе окно, это рисунок, то есть это тоже аватар, который будет у нас потом в виде прикрепленного рисунка. Рисунок у меня великоват получился, поэтому я, посмотрите, вот здесь есть граница этого рисунка, вот она. Вот я могу захватить за маркер на уголочке и немножко рисунок уменьшить. И опять поправить так, как мне нужно. Вот я опять чуть-чуть вот так вот уменьшила и вот поправила. Вот такой вот получился у меня аватар. То есть здесь у меня получилось, что это такое? Простые и понятные уроки, это вот будет у меня показана полностью информация про группу, как группа называется и призыв, вступая в группу. И все это в одном цвете. Когда вы будете оформлять свою страничку, свою группу, помните о том, что существуют такие дизайнерские фишки. В этих дизайнерских фишках в тексте, в рисунке должно быть два нейтральных цвета. Это белый и черный. То есть они такие вот, в данном случае вот эти вот цвета, они очень такие простые, обыкновенные цвета. Второй момент. Здесь у вас должны быть два ярких таких цвета, привлекающих внимание. Например, у меня здесь синий и вот такой малиновый. И должен быть сигнальный цвет, единственный какой-то сигнальный цвет. Этот сигнальный цвет у вас будет, ну вот в данном случае у меня здесь нет его, здесь полностью все идет, как сигнальный цвет, то есть ярко-красного цвета, такого ярко-маринового. Если же у вас тут будет, например, синий цвет или какой-то другого тона, то вы можете, например, вступая в группу, сделать сигнальным цветом, например, ярко-красным. Стрелку показать красную, чтобы на это обратили внимание. То есть вот эта стрелка, вот этот сигнальный цвет, он поведет человека туда, куда вы его направите. Если же вы не создали в PowerPoint, а просто загрузили сюда картинку, а здесь очень часто загружают такие, картинку такую, чтобы вот один рисунок располагался на двух картинках, на двух вот этих областях. То есть вы как бы разрезаете эту картинку, чтобы она у вас не была красивой, чтобы она хорошо легла и как бы являлась продолжением, заголовком. Вот в Альтрафике, в группе, в которую мы все вступили, в этой группе там такая картинка разрезается. Но вы должны учесть одну вещь. Посмотрите, у нас с вами в группе, вот я сейчас зайду сюда, посмотрите, есть вот такой статус, есть описание, тут все вот эти вот вещи, и они будут у вас аватар. Вот с этой стороны у нас будет грузиться аватар, а вот здесь будет грузиться рисунок. Они у вас будут тогда рисунок этот отодвигать. Вот когда мы заходим сюда, обратите внимание, что здесь есть такие настройки холста. Если вы оставите статус у своего холста, то есть вот в группе вы оставите вот эту вот надпись статуса, то вы должны вот здесь поставить галочку. Вот сейчас, я надеюсь, что вам всем экран виден, обратите внимание, вот на эту картинку. Вот если я сейчас поставлю здесь галочку, эта картинка уйдет, да что такое, эта картинка уйдет вниз. Вот посмотрите, я ставлю галочку, и она ушла вниз, видите? И здесь появляются название группы и статус группы. Вот как только я это сделала, посмотрите, мне надо рисунок, оказывается, вот немножечко опустить. Вот тогда здесь будет все нормально, да? Вот так вот хлопаю на стороне, чтобы не было этого, этой вещи. Если же я захочу еще добавить текст группы, то посмотрите, у меня еще рисунок ушел туда, но текст группы я не хочу добавлять. Ну, а статус, наверное, вот так вот мы с вами оставим. Статус группы. То есть в статусе группы мы с вами, можно написать описание вот этого группы, а можно вот так вот просто убрать, оставив одно название группы. Нет, наверное, я все-таки оставлю просто одно название группы. И вот так вот немножечко подниму. То есть у вас вот эти квадратики, они как живые, вот эти прямоугольники, они как живые будут вам показывать, куда вам нужно сместить. И вот чтобы у вас рисунок, если он у вас будет единый, совпал, не забудьте вот про эти две кнопочки. Итак, если я захотела сюда добавить текст, я нажимаю вот сюда на эту кнопку. Вот текст. И здесь текст добавляю. Здесь все очень просто. Вы можете прозрачность картинки снимать. Вы посмотрите, видите, я вот сюда двигаю, посмотрите, картинка ушла туда. Но я оставляю ее такой яркой, как я ее сделала. То есть практически здесь все очень просто. Никаких сложностей здесь абсолютно нет. Что теперь я делаю? Теперь я ничего не сохраняю. Задача моя такая. Я должна вот, нажав сюда на вот эти три полосочки, я должна по отдельности сохранить обе эти картинки. Потому что загружать в группу я их тоже буду по отдельности. Кликаю вот сюда. И посмотрите, у меня открывается новый шаблон, открыть шаблон, сохранить шаблон и так далее. Сейчас я займусь экспортом аватара. То есть вот этой части. А потом мы будем делать экспорт картинки. Кликаю экспорт аватара. У меня появляется ссылочка скачать аватар. Я кликаю сюда скачать аватар. И он начинает у меня скачивать. Вот он у меня скачался. Видите? В виде ПМГ. Кликаю опять сюда. Запоминаю, как он называется. Имидж аватар. 159-е начало туда. И теперь я кликаю на экспорт картинки. Кликнув на экспорт картинки, у меня появляется скачать картинку. Я кликаю на нее. И у меня получается имидж лев. То есть картинка, которая находится слева. Значит, вот эта картинка аватара, это имидж лев. Куда она скачалась? Сейчас посмотрим. Или на рабочий стол, или еще куда-нибудь. Все. Здесь я все сделала. Итак, захожу сюда, в свою группу. И вот загружаю теперь аватар. Вот он, этот аватар. Кликаю, загрузить фотографию. Видите, у меня появляется хорошая фотография. Сделать ваше сабообщество более узнаваемое. Посмотрите расширение, в каком расширении идет загрузка. Или это JPEG, или это GIF, или это PNG. GIF я вам не рекомендую делать. GIF это самые тяжелые картинки. Самый оптимальный вариант, это JPEG. Ну вот здесь PNG. Выбираем, выбрать файл. Я захожу в загрузки. Сейчас я на рабочем столе, да. В загрузках я выбираю. Вот он, мой аватар. Вот он получился. Видите, я его выбрала. И он начал загружаться. Так, давайте вот это закроем, чтобы оно не мешало. Вот он, наш аватар. Видите? Вот. Значит, я хочу, чтобы он у меня полностью весь сохранился. Я вот этот прямоугольник вот так вот растаскиваю. То есть вы должны понять, что если у вас что-то будет, например, очень маленький какой-то, или наоборот, там какой-то очень большой, старайтесь вот так вот, чтобы рамочка у вас здесь, так сказать, проявлялась. Вот он. Вот такой аватарчик, да. Вот. Чтобы он у вас полностью отобразился, вы можете здесь немножечко поруководить. Немножечко поруководить вот этими вот всеми настройками, да. Все. Я, мне понравилось. Если бы мне не понравилось, я бы кликнула вернуться назад. А я прошу сохранить и продолжить. Посмотрите. Не просто сохранить, а сохранить и продолжить. Почему? Потому что теперь вы выбираете значок, который будет у вас отображаться в виде аватарки при каждом вашем сообщении. Вот обратите внимание на то, что я постаралась вот эту вот часть, вот эту вот часть. Ну вот не получилось у меня, как смешно. Ну давайте мы ее вот так вот, она будет у нас не зря же. Я взяла девушку с этим. Вот так вот. Вот так вот будет. А может быть сделать прямо вот так вот. А давайте мы сделаем вот таким вот треугольником. Вот. Вот так. Пусть это будет со стрелочкой вот так. То есть у меня будет группа отображаться, когда я буду давать свой, какой-то, писать какую-то информацию в своей группе. Посмотрите, она будет у меня отображаться вот так. Все для начинающего блогера. Видите? То есть напротив каждой моей информации будет вот такая вот часть. В трафике, в альтрафике, в той группе я делала лицо девушки. Если вы помните, да. А здесь я решила сделать вот так. Все. Вот теперь я пишу сохранить изменения. И вот она, моя девушка, появилась. Здесь появилась девушка, а здесь появился значок. Но я вам скажу так. Вот видите, я все буду менять по одной простой причине. Вот этот вот текст надо написать белым цветом. Он будет ярче смотреться. И вот здесь он тоже будет лучше считаться. Вот видите, я такую нашла ошибку. То есть почему я и говорю, что я в Powerpoint, и сейчас еще я просто возьму эту картинку, что-то подправлю и быстренько загружу. Видите? То есть аватарчик мы с вами сделали. Теперь смотрите, что мы делаем дальше. А дальше мы с вами загружаем картинку вот сюда. Как мы ее загружаем? Мы ее загружаем так. Давайте вот здесь. Первое, что мы должны сделать, это мы должны вот сюда добавить ее в виде фотографии. Вот это вот часть у нас, вот это вот у нас аватарка, да? А вот эта вот часть у нас должна уже идти как статус. То есть у нас здесь будут сплошные статусы. Вот они там будут публиковаться дальше, дальше и дальше, да? Значит, задача наша такая, чтобы мы вот здесь уже использовали это все как статус. Значит, статус у нас в данном случае, в любом случае, мы должны в первую очередь загрузить его как фотографию сюда. Как мы его загружаем? Значит, вот я сюда, видите, здесь мои фотографии. Пишу добавить новые фотографии. Выбираю опять свой имидж. Я на меня тут мой имидж. Вот он. Я сюда добавляю в виде статуса, добавляю вот эту вот нашу фотографию. Значит, вот эта наша фотография здесь есть. Теперь моя задача добавить фотографию. Посмотрите, вот у меня первая запись. Я вот здесь пишу прикрепить и беру вот эту фотографию. И вот она, это моя фотография. Вот я ее загружаю сюда. Вот я ее выбрала. И вот она у меня появилась. Вот она у меня появилась. Я пишу ее отправить. Вот она отправилась. Теперь мне надо ее прикрепить вот здесь вот наверху. Как я это делаю? Теперь смотрите, я просто захожу сюда записать. Вот в этой чекбоксике не забудьте поставить галочку от имени группы. Вот здесь мы с вами прикрепляем фотографию. Вот она, эта фотография. Вот она появилась. Я ее отправляю. Захожу вот сюда на эти, на время. И вот тут появляется закрепить подпись. Вот. Закрепить, закрыть. И теперь обновляю страничку. И вот она появилась у меня наверху. Субтитры создавал DimaTorzok